Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 10 июля, Православная Церковь совершает память преподобного Георгия Иверского-Святогорца. Преподобный Георгий Иверский-Афонский родился в Триолете, область Южной Грузии, в 1009 году, по некоторым данным, в 1014 году в семье знатных владителей Марии и Иакова. Его отец, по поручению грузинского царя Георгия I, ездил к персидскому шаху в качестве посла. Когда мальчику исполнилось 7 лет, родители привели его в женский Тадзрийский монастырь, где воспитывалась его старшая сестра Фекла. Здесь святой Георгий провел три года и дважды за это время был чудесно спасен промыслом Божиим от гибели в реке Кция и в пламени пожара, разразившегося в обители. В 1019 году по просьбе своих дядей, братьев отца, Георгия Писаря и Саввы, подвязавшихся в Хохульском мужском монастыре, отра Георгий получил благословение настоятеля Хохульского монастыря Макария на воспитание у строгого подвижника Илариона Туалелли, который славился образованностью и высотой духовной жизни. В 1022 году святой Георгий был отправлен в Константинополь, где в продолжение 12 лет тщательно изучал науки и получил разностороннее образование. После возвращения в Грузию в 1034 году он принял иноческий постриг в Хохульском монастыре от блаженного старца Илариона Туалелли. Спустя некоторое время Ино Георгий, отдав свои одежды нищему и одевшись в его ветхорубище, отправился на поклонение святым местам Палестины. После непродолжительного пребывания в обителях на Черной горе близ Антиохии Ино Георгий отправился на Дивную гору в монастырь святого Симеона Дивногорца. Там он обрел духовного наставника, старца Георгия Молчальника, тоже грузина, жившего в расселении скалы. Три года провел он в монастыре святого Романа. В 30-летнем возрасте преподобник Георгий принял великую схему от старца Георгия Молчальника. Затем, напутствуемый им, он отправился на Афон в Иверский монастырь. По дороге святой посетил Иерусалим и поклонился гробу Господню. Преподобный Георгий прибыл на Афон в 1040 году и продолжил работу над переводом богослужебных книг и творений святых отцов Церкви, начатую преподобным Ефимием Иверским. И поныне Грузинская Православная Церковь признает канонической и допустимой для церковного употребления только ту редакцию Священного Писания, которая принадлежит Перу преподобного Георгия Иверского, достойно завершившего труды преподобного Ефимия. В житии преподобного Георгия приводится неполный список его переводов с греческого. Большой Синоксарь, Деяния и Послание святых апостолов, 12 богослужебных миней, а кто их? Триоть, Постная и Цветная, Требник, Псалтирь, Полный Часослов, Шестоднев, Святого Василия Великого, Послание святого Игнатия Богоносца, Соборное Послание святого Кирилла Александрийского, Книга святого Григория Низского, Книга святого Феодора Студита, Книга деяний Шестого Вселенского Собора и много других полезных и святых книг. Из переводов святого Георгия Иверского с латинского на греческий «до нас» дошло известное сочинение епископа Дорофея о семидесяти учениках Господа. Широко известно также оригинальное произведение преподобного Георгия Иверского «Житие Иоанна и Ефиме», дающее обстоятельные сведения об основании и внутренней жизни Афонского Иверского монастыря при первых его ктиторах и настоятелях преподобных Иоанне и Ефиме. После года послушничества преподобный Георгий в 1042 году был рукоположен в Сан-Ирия и назначен старшим иеромонахом при соборном храме. Он исполнял также обязанности регента. Свободное от богослужений время, святой посвящал переводческой деятельности и поэтическому творчеству. Афонские песнопения преподобного Георгия Иверского, в частности знаменитый «Вечерний звон», перевод на русский язык Козлова, были впоследствии переведены на многие европейские языки. После кончина игумена Иверского монастыря Стефана Хартуляри преподобный Георгий был в 1044 году избран новым настоятелем, трижды жребий указал на него. По печеньям нового игумена был переструен и укреплен соборный храм обители в честь успения Пресвятой Богородицы и подтверждены права грузин на Иверский монастырь. С этой целью преподобный Георгий посетил Константинополь, где был принят императором Константином IX Мономахом и получил от него жалованную грамоту. Вернувшись в Иверскую обитель, преподобный оставил после себя настоятелем Георгия Алтесели и отправился на Черную гору близ Антиохии. Вероятно, он вынужден был это сделать, чтобы оправдать перед патриархом антиохийским Феодосием III братью Иверского монастыря, заподозренную греками вне православия. Преподобному Георгию удалось справиться не только с этой задачей, но и убедить антиохийского первосвятителя в канонической законности автокефалии грузинской православной церкви, сохраняющей апостольскую преемственность от святого апостола Андрея Первозванного. Из Антиохии по приглашению грузинского царя Баграта IV преподобный Георгий отправился в Грузию. В Грузии он провел пять лет, учил народ словом и делом, помогал благоустроению церковной жизни и внедрял свои переводческие труды. Благодаря их высоким научным и литературным достоинствам они были признаны грузинской церковью образцовыми. Заботясь о духовном просвещении страны, преподобник Георгий отобрал 80 грузинских юношей и отправился с ними на Афон, чтобы отдать их в основанное им же училище. По дороге он посетил Константинополь. Несмотря на уговоры учеников отложить посещение императора, поскольку преподобник Георгий за ним мог, он, будучи извещен свыше о своей предстоящей кончине, поторопился представить императору Константину X Луке своих учеников и получил грамоту на их обучение в Афонском училище. На следующий день, 29 июня 1065 года, святой Георгий мирно отошел ко Господу. Тело преподобного было с честью перевезено на Афон, прославленное на пути очевидными знаменями милости Божией. Оно год пролежало в гробе без погребения в храме всех святых. Когда гроб был открыт, тело святого оказалось совершенно нетленным. Ни один волос не упал с его головы и бороды. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобного Самсона, странноприимца, праведной Иоанны Мироносицы, празднуется обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, а также преподобного Серапиона Кожиезерского, преподобного Севира Пресвитера, преподобного Мартина Туровского, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева Пресвитеров, священномученика Петра Остроумова Пресвитера. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем, те за именинство. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok